Здравствуйте, дорогие зрители! Приготовьтесь послушать наши сплетни мыльного мира. Постараемся вас развлечь, ну и немножко удивить. Итак, слушайте. Чудеса злопамятности проявила аргентинская актриса Мария Валенсуэла. Она решила припомнить солидат Сильвейре все, что накопилось у нее за время совместной работы в спектакле о морской матам. Самое мягкое, что было сказано, это то, что на телевидении у Солиты все хорошо, а вот в театре, короче, актриса театральная из Сильвейры не какущая. Ну, солидат, удивившись, решила ответить, что сама-то она Марию просто обожает. И обе они знают, что там на самом деле произошло. И вообще странновато как-то вспоминать события годичной давности. Ну, почти 15 месяцев прошло, как сказала солидат. Ну, каждый имеет, безусловно, право говорить все, что он хочет. Хочешь говорить это? Говори. Тем более, что истину все равно никуда не денешь. Правильно Солита. На каждого вражину не наздравствуешься, каждому отвечать и пытаться заказать свою невидомность. Это ж никаких сил и времени не хватит. Тем более, что солидат сейчас не до этого. Со здоровьем у нее проблемы. Ну, мало того, что она страдает легочной амфиземой, а недавно, 5 марта, она попала в клинику с хроническим воспалением паховых мышц. Ну, пишут, что боли у нее были настолько сильными, что пришлось улечься в больницу и делать обезболивающие уколы и делать специальные процедуры. Ну, ничего серьезного там особенно нет. То есть, для жизни как бы это не опасно, но безумно неприятно, потому что это мешает, в общем-то, нормально ходить. Ну, и вообще, представьте себе, где находятся эти мышцы, да, и, в общем, подумайте. Это ж не сесть, не пойти и ничего не сделать. Валентино Ланус отошел от шока расставания с Ариадни Диас. Ну, вы помните, что расстались они, в общем, как бы скоропостижно. Ариадни обвинила его, что он во время поездки в Колумбию встречался там с какой-то дамой по вызову и т.д. и т.п. Ну, вот. После нескольких лет отсутствия на телевизионных экранах он решил вернуться к работе. Сейчас будет сниматься в новелле Педро Дамиана. А попутно решил завести новый роман с актрисой Элисией Мансанилия. Ну, что вообще, можно сказать? Жалко, конечно, что Ариадни его бросила. А вот не надо было общаться с девушками нетяжелого поведения. Аж если общаешься, то хотя бы не попадаться на глаза папарацци. Ну, хотя Ариадни дама капризная. Своего следующего, точнее, жениха Хосерона она отправила в отставку вообще без всяких объяснений. Парень чуть не плакал, когда рассказывал о том, как они расстались. Все было хорошо. Они даже говорят о свадьбе, там думали. Но вот что-то там случилось и все. Прогнала она его. И бедный Хосе, в общем, не знает, за что, собственно, что случилось то. Еще один роман распался. Абсолютно неожиданно. Весь мексиканский шоу-бизнес в легком шоке. Ну, а сами герои скандала предпочитают благоразумно помалкивать. Изредка, правда, не так это. Говорят, что ребята все в порядке, но на самом деле никаких пояснений не дают. Расстались Хосе Альберто Кастро и Анжелик Бойер. В сообщении для пресса они поведали, что расстаются друзьями, что все равно друг друга любят, что друг для друга они самые лучшие, самые-самые-самые и бла-бла-бла-бла-бла. Ну, народ лихорадочно ищет виновника банкета. Кто-то переводит стрелки на Себастьяна Рули, который уже во второй раз снимается с Анжелик. Вы помните, сначала это была новелла Тереса, а сейчас другая новелла, где у них, говорят, очень хорошая химия. Ну, а кто-то говорит, что таким было требование матери Анжелик, у которой сейчас нешуточные проблемы со здоровьем. Якобы, во время последнего свидания она взяла с Анжелик слово, что та расстанется со своим женихом. Ну, тем более, что родители Анжелик, значит, Эльгуэру Кастро не очень-то любили. Ну, сами понимаете, что отец Анжелик буквально на несколько лет старше, так сказать, самого Кастро. В общем, что это за пара такая? 25 лет разницы. Ну, в общем, не особенно ясно. Кастро никаких комментариев не дает, а Анжелик единственное, что сказал, что никого третьего здесь не было. То есть расстались они не из-за кого-то, а именно по причинам, которые существовали в их отношениях уже давно. Ну, что можно сказать по этому поводу? Да, разница в возрасте очень большая. Как бы мы странно встретились и странно разошлись, это называется все. Кристиан Кастро радовал публику несколько месяцев не уставая. Ну, сначала он выложил свои фото в очень таком странном виде в процессе массажа. Не самое красивое, прямо скажем, зрелище. Вот. Здесь же он сфотографировался с Кармен Салина. С чего она там делала, вообще непонятно. Вот. Потом он с еще одним затейником, журналистом Факунда, решили запечатлеть себя вообще в очень неоднозначном виде. Причем на глазах у изумленной публики. Парочка решительно приспустила штаны и явила миру престарелые пятые точки. Народ в легком шоке, а мама Кристиана, Вероника, сказала, ну, что он всегда был таким проказником, что тут удивляться. Псэ, подумаешь, где лов-то. Потом подоспела новость о том, что очередная невеста Криса, Паула Эрасо, беременна. Почему мы говорим, что очередная, потому что сбились мы со счет. Он их меняет просто как перчатки. Вот. Уже ясно, что будущий ребенок девочка. При шестимесячной беременности уже вполне можно узнать, какого пола будет ребенок. И опять-таки Крис не упустил возможности отлечиться. Он заявил, что вовсе не уверен, что ребенок его и потребовал анализа ДНК. Но потом передумал, сказал, да ладно, расслабьтесь. Мой это ребенок. Ну, что скажем, шутник. А скорее всего уже в тираж выходит, потому что как бы в нормальном состоянии люди таких вещей не выделывают. Во всяком случае, до таких, так сказать, степеней идиотизма не доходят. Очень интересная новость еще у нас есть. Натя Стрейгнард ожидает второго ребенка. Ну, судя по всему, Натя окончательно рассталась с мечтой вернуться на телевидение. Поговаривали, что она возвращается. Даже были какие-то проекты для нее специально сделанные на телемонду и на унивесьон. Но, с одной стороны, семья, наверное, дороже. Она всегда хотела иметь много детей. А с другой стороны, Натя дама амбициозная. И карьеру свою на телевидении очень любила и очень ее выстраивала. Она была одной из самых интересных актрис на латиноамериканском телевидении. Ну, что же. Похоже, что от возвращения она откажется. Жаль. Очень жаль. Жен-Карлос Канело и Габи Спино решили перебраться в Лос-Анджелес из Майами. Но уходили слухи, что у пары сейчас кризис в отношениях. По всяком случае, писали, что они решили расстаться. Сам Жен-Карлос говорит, что он об этом первый раз слышит. Именно от журналиста, который задал ему этот вопрос. Габи, в свою очередь, сказала, что она намерена жить в Лос-Анджелесе вместе с Жен-Карлосом и детьми. И на съемки ездить в Майами. Ну, в общем, семья, в общем, тоже она дорога. А вот это вечное расставание, вечная разлука, она ничего хорошего для семейных отношений не делает. Потрясающий скандал разгорелся на телевизии. Потрясающий просто. Фернандо Колонго отказался сниматься в одном рекламном ролике с Уильямом Леви. Так и сказал. Если будет Леви, его Фернандо в ролике не будет. Значит, что это за ролик? Там гола на телевизии должны были сниматься в промо-ролике, ну, рекламирующем канал и в будущие новеллы. Ну, так вот. Фернандо сказал нет. Почему? Не очень понятно. Ничем не мотивировал. И пришлось вместо Фернандо приглашать Хосе Рона. Вот уж кому свезло, потому что, ну, и мечтать о таком не мог. Потому что у него ни одной успешной главной роли, в общем-то, не было никогда. Ну, вопрос, конечно, интересный, в чем там дело. Или здесь что-то очень личное, или просто профессиональная ревность. Если второе, то абсолютно зря. Колонга всегда будет номер один для Мексики. И для, в общем, очень многих любителей новелл. Но остается думать, что есть у них нечто тайное в отношениях. И, скорее всего, это наружу вылезет. Можете не сомневаться. Ну, и последняя новость на сегодня. Опять же, с Уильямом Леви. Вот видите. Даже выговорить не могу. Это замечательное имя. Элизабет Гутеррес позировала с кольцом, которое ей подарил ее гражданский муж. И многие уже настроились на скорые объявления о свадьбе. Но их обломали. Сам Леви и его менеджер заявили, что хотя кольцо действительно подарено, о свадьбе речи не идет. Представляете, каково выслушать Элизабет все эти разговоры. Бедная Лиза. Ну, надеемся, что все у нее будет хорошо. Что, несмотря на то, что брак как бы официально не заключен, все равно все будет очень здорово, очень замечательно. Желаем девушке счастья. Тем более, что у нее, видимо, скоро будет новая и очень интересная работа. Но об этом мы расскажем в другой программе. На сегодня все. Ждем вас на следующей неделе. У нас для вас всегда найдется кое-что интересное. До свидания.